В гостях у меня Виталий Кортников, известнейший украинский журналист, популярный видеоблогер. Виталий, привет! Виталий, добрый вечер! Мне интересно послушать ваше мнение по поводу некоторых событий, весьма драматических, которые происходят в последние дни или, может быть, даже недели. И вот смотрите, сейчас самая горячая тема, все обсуждают историю то ли про болезнь тяжелую, то ли про смерть, то ли еще про какие-то неприятности со здоровьем, которые случились с Рамзаном Кадыровым. Вы что-нибудь знаете об этом? Может быть, у вас есть какая-нибудь эксклюзивная информация? Знаете, я вам честно скажу, что я не уделяю большое внимание состоянию здоровья Рамзана Кадырова. И почти не слежу за этими слухами, потому что я и во времена Советского Союза не очень интересовался состоянием здоровья членов Политбюро ЦК КПСС. А у нас Рамзан Кадыров прям как член Политбюро нынче? Нет, не как член Политбюро, конечно. Он кандидат в члены Политбюро. В личной системе координат, вы помните, что были такие кандидаты члены Политбюро ЦК КПСС, которые возглавляли с точки зрения Москвы периферийные партийные организации. Это важные, но периферийные. Ну да, узбекский был кандидат члена Политбюро, забыл его фамилию уже к стыду своему. Шарат Рашидов. Рашидов, совершенно верно. Шарат Рашидов. А были кандидатами члены Политбюро первой секретарей ЦК КПС Грузии, Мжаванадзе и Шаварнадзе, Азербайджан Гейдар Алиев. Но для того, чтобы стать членом Политбюро, им нужно было пересесть в какие-то другие кресла. Гейдар Алиевич Алиев стал первым заместителем председателя Совета Министра ВСР, а Эдуард Шаварнадзе стал министром иностранных дел Советского Союза. Их приняли в Политбюро тогда, полноправный член. А если возставлял какую-то такую интересную для империи, но периферийную партийную организацию, ты мог быть только кандидатом в члены Политбюро. Вот Рамзан Кадыров – это такой типичный кандидат в члены Политбюро со своей, я бы сказал, драматической биографией, возможно, частной армией, с полным контролем над республикой. Ну, так, по большому счету, и Шараф Рашидов по области контролировал Узбекистан. Узбекистан даже нельзя сравнить с небольшой чечкой экономического потенциала. Ну, тем не менее. Да, кстати, вот любопытная вещь. Это интересно будет нашим украинским зрителям в особенности. Я посмотрел, что территория Чечни меньше территории любой украинской области, кроме, по-моему, Тернопольской или Ивано-Франковской. Да, но тем не менее, для того, чтобы заставить чеченцев согласиться с той версией пребывания в России, и которую им навязал в конечном счете уже Владимир Путин, понадобились две кровопролитные войны, которые стали прелюдией к нынешним трагическим событиям в Украине. Это тоже нужно учитывать. И поэтому я почему не интересуюсь личностью Рамзана Кадырова? Потому что, по большому счету, нужно признать, что систему правления, установленная в Чечне, и система взаимоотношений, которая установлена между Москвой и Грозным, это не система личной унии. Как об этом любят говорить многие комментаторы, которые вспоминают Рамзана Кадырова в спортивном костюме в кабинете Владимира Путина. Первый или последний раз в истории государства российского парень в спортивных штанах был в кабинете главы российского государства. Но все же забывают, почему он был в спортивных штанах в этом кабинете. Потому что убили его отца. И именно его отец, а вовсе не Рамзан Кадыров, установил эту личную унию с Владимиром Путиным. И поэтому это уния не личного, а кланового характера. И поэтому я не считаю, что в современной Чечне что-либо может серьезно измениться с кончиной Рамзана Кадырова, как мало что изменилось после гибели его отца. А вы знаете, я вам расскажу историю. Это будет, кстати, наверное, интересно и моим зрителям. На дворе был, наверное, 2003 год. И я в гостинице президентская в Москве. Ну, это такая ведомственная, по сути, гостиница, где высоких гостей размещают, когда они приезжают по заданию администрации президента или в качестве гостей. Короче, я выхожу из лифта, и в вестибюле вижу, что на меня идет Ахмат Кадыров, отец Рамзанов, идет в длинном черном пальто, и вот в этой барашковой шапке, и вокруг него огромное количество людей из свиты, таких же чеченцев. И я, честно говоря, цепенею, потому что я прекрасно помню, что телекомпания, в которой я когда-то работал, критиковала Чеченскую войну, и первую, и вторую, и все события, которые там происходили. А сейчас на меня идет человек, который, в общем, заключил союз с Путиным, и который, скорее всего, имеет на меня вот таких вот размеров зуб. И он идет прямо на меня, и он глядит на меня. И вдруг у него на лице появляется широкая улыбка, он обнимает меня, целует в обе щеки, и тихим голосом говорит, Евгений, я никогда не забуду, и чеченский народ никогда не забудет все, что вы сделали для нашей республики. Вот так. Ну, честно говоря, меня эта история не сильно удивляет, потому что ведь история союза клана Кадыровых с Кремлем, это история о неизбежности. Когда маленькая республика была практически уничтожена вот таким вот давлением российских войск, российских силовой машины. Практически отутюжена, я бы сказал, не просто уничтожена, а отутюжена. Я всегда, когда думаю о судьбе чеченского народа, мне в голову приходит то, что происходило с еврейским народом в годы борьбы с Римом. Когда находились люди, искавшие компромиссы с римлянами, такие как Яханан Бензакай или Иосиф Лави, потому что они считали, что в любом случае еврейский народ просто погибнет, если будет так продолжаться дальше. Ну, как погибли защитники Масады. И нужно искать какие-то варианты сообществования в судьбе. Пусть позорно, но зато вполне привлекательной для будущего выживания нацина. Я не знаю, как думал Кадыров-старший об этом. И понятно, что Кадыров-владший был монтирован в совершенно другую Россию, даже ту, которую монтировал его отец. Но, тем не менее, совершенно очевидно, что участие Кадырова-старшего в первой чеченской войне совершенно в другом качестве, который участвовал во второй, оно тоже облоги. И в любом случае, это очень противоречивый процесс. Хорошо помните. Я подолгу, так сказать, своей работой, поскольку занимался национальными республиками России, практически с конца 80-х, начало 90-х годов. Я серьезно изучал все процессы национальных республиков в Российской Федерации. И я прекрасно понимал, насколько противоречиваю процессы, которые происходили именно в Чечне. Насколько противоречиваю фигуры, которые защищали членскую независимость. Насколько эти фигуры были разнообразные вектори, были люди, которые отстаивали идею в рамках России, были люди, которые отстаивали идею Халифата, были люди, которые хотели, чтобы Чечня была современным государством и считали, что ее нахождение в России как раз не позволит стать современным государством. Кстати говоря, они не ошельняют. Но, тем не менее, это был сложный процесс. И в чеченской элите мы видели большое количество людей, которые, так или иначе, были связаны с российскими спецслужбами, одновременно с российскими олигархами, играли на разных городах, не учитывали, что для смысловного народа они могут быть и какими-то символами национальной части, если угодно, до которой они не были. Я сейчас не говорю даже о конкретных людях, я говорю о сложности самого процесса. Ну и вот в результате то, что получили. Выжженную, разбомбленную и вот такой вот клановый союз с Кремлём. Я даже не уверен, что это клановый союз с Путиным как личностью. Я бы сказал, что это такой союз Кадыровых, семьи Кадыровых, клана Кадыровых с чекистским кланом, прелецотворением которого является Путиным. Можно поменять фигуры и в Москве, и в Грозном, но если сами кланы останутся у власти, я верю, сохранится, как сохранялись феодальные союзники, потому что это типичный феодальный. А вы в свое время не так давно обратили внимание на заочную полемику, которая возникла между Рамзаном Кадыровым и польским премьером Моровецким, которого Кадыров обвинил в том, что вот вы, мол, европейцы, когда мы воевали за независимость, считали нас террористами и не хотели оказать нам поддержку. А сейчас, типа, на нас наезжаете, нас критикуете, а я вот на самом деле там боролся тогда за независимость Ичкерии, но вот потом вынужден был пойти другим путем. Ну вот это примерно из того же репертуара, который вы слышали от его отца, да? Да, я тоже думаю, что если Кадыров действительно там тяжело болен, вот там появились сообщения, что у него якобы острая плосочная незостаточность, столь ли там гемодиали, столь даже пересадка почки, Бог его знает. Возможно, что все это слухи и вымыслы. Ну, возможно, что-то действительно не в порядке. Если выживет, как вы думаете, вот представим себе ситуацию, закачалась путинская власть, закачался путинский режим, начнется опять сепаратистское движение? Возглавит ли Кадыров движение за северо-кавказский имамат, независимое от России? Могут быть совершенно различные повороты событий, не только в Чечне, но и вообще по всей России, в случае, если режим центральный потеряет устойчивость. И в случае, если, скажем так, чекистская вертикаль потеряет устойчивость. Потому что дело не в Кадырове, а, как вы знаете, очень часто местные элиты, в том числе и местные чекистские элиты, они начинают думать о своих интересах, как только шатается центральная власть. И могут в том числе использовать те инструменты, которые у них есть под рукой всегда, для того, чтобы эти интересы защитить. Это совершенно очевидно. А когда у тебя в руках есть национальное самосознание, ты не можешь его использовать. То есть, используешь совершенно искреннее желание людей сохранить свой национальный корт, на свою самостоятельность, свои национальные культуры, языки, то у тебя большие возможности. Но, опять-таки, если ты уверен, что центральная власть действительно закачалась, и ты не можешь тебе ответить, потому что уже был опыт, хорошо вам известный, когда у центральной власти не было так много возможностей, казалось бы, а потом она вполне ожесточалась, и готова была уничтожить все вокруг. Кстати говоря, я вообще считаю, что сама независимость России, провозглашенная Борисом Ельцином в явочном порядке в 1991 году, она и дала возможность укротить, если хотите, процесс суверенитета народа в самой российской идее. Об этом, совершенно, в открытую говорили тогда и сам Борис Ельцин, и его советники. Борис Ельцин не это говорит, а то, если Российская Федерация станет независимым государством и Российским Республикам некуда будет выходить. Имея в виду, что так, чтобы они повысили свой статус до союзных республик, это была идея на Татарстане, что мы хотим быть таким союзной республикой, как Россия, и понятно, что на очереди и республики Башкортостан, Якутия, Саха, Чечья, и так же. А вот если мы независимым государством, не будет никакого Советского Союза, не будет никакого статуса союзных республик, им придется смириться с несвежностью. Но, я должен сказать, что в Ельцине была выстроена достаточно гибкая система взаимоотношений, по крайней мере, если вне чеченского контекста. Был федеративный договор. Был отдельный договор с республикой Татарстана, учитывая ее вообще амбиции и возможности. Было уважение к экономным правам российских республик. Путин все это уничтожил. Вплоть до отмены обязательного изучения языкового народа в России в средних школах, что я вообще считаю дикой, я бы сказал, атакой средневекового шовинизма на нормы цивилизованного государства. И поэтому, кстати говоря, я считаю, что у людей, у которых еще осталось чувство даже не национального достоинства, а в отмены, у них есть очень большое желание уничтожить Россию. Я вообще считаю, что это нормально, если он живет в государстве, которое его унижает, которое не считает кого за человека, которое фактически лишает его родную культуру и родной язык права существовать, почему он вообще должен хотеть, чтобы это государство было? Вот почему евреи хотели, чтобы Советский Союз был? У меня никогда не было такого желания, у меня было для меня причина, чтобы он наконец сгинул, потому что это было государство, которое унижало мой народ на протяжении всего своего существования, еще не начиная с Российской империи. По сути, такое государство, делившее своих граждан на сорта в зависимости от симпатии, желаний своей власти. Имперская или большевистская не имеет значения. Понятно, что сейчас, я думаю, что многие люди разных национальностей, которые живут в самой Российской Федерации, они желают и такой же смертей, как я желал Советскому Союзу. Но понятно, что для того, чтобы они могли реализовать это, мне кажется, совершенно естественное и гуманное желание, они сложились в соответствующие обстоятельства. Просто так, то так, и нечего. А вот скажите, когда вот люди начинают говорить о возможных сценариях распада, развала, раскола России, они, мне кажется, забывают об одной вещи, что все-таки Советский Союз развалился по национальным границам. А какой сценарий распада России? Отвалятся отдельные республики, которые находятся на географической периферии. Там Тува, я не знаю, Бурятия, Северный Кавказ, наконец. Понимаете, об этом очень трудно говорить, потому что это нужно анализировать реальную карту, я бы сказал, этнографическую, даже не политическую. Советский Союз не просто развалился по национальным границам, он развалился по границам квазисуверенных государств. Потому что Советский Союз был так устроен Ленин, что квазинезависимые государства, объединившиеся как бы в единую федерацию, они управлялись коммунистической партией. И мне очень трудно было понять, почему люди, которые запретили коммунистическую партию, думали, что после этого будет существовать Советский Союз. Потому что именно коммунистическая партия и была реальная вертикалья, которая существовала всю власть на территории Советского Союза. А никакой не Верховный Совет СССР и никакой не КГБ СССР, а именно коммунистическая партия. В этом была, кстати, гениальная идея большевиков. Они как бы давали союзным республикам суверенитет, но вместе с тем коммунистические партии, которые в этих республиках, они были полностью зависимы от Москвы. 155%, потому что был демократический централизм придуман, который вообще ни в одной политической партии мира, кроме коммунистической, никогда не существовал. Ну и это была идея полного колониального подчинения союзных республик. Но как только коммунистическая партия приказала долго жить вместе с идеологией, конечно, появилась возможность распада. А теперь посмотрим на российские республики и регионы. Во-первых, большая часть российских республик, большая часть населения составляет этнические русские. Очень тяжело представить себе, что они захотят жить в других национальных государствах. Во-вторых, сами границы российских регионов это абсолютно условные границы. Я имею в виду русских регионов, джиотетнические русские. Понимаете, вот границы регионов Германии как федеративной республики, это естественные исторические границы, которые складывались веками. Вот как Саксония или там Гамм, или Брэмм, который имеет анклав Брэмм, Хаттель. Это потому, что история Германии была такая. Вот у вольного города Брэмм был порт. Или вольный город Гаммург, или там Саксонское государство, или Бавария. Или Бавария. А что такое Ивановская область, Астраханская или Вологодская? Реально. Это просто регионы, которые были нарезаны большевиками. Это даже не губернии российской регии. В зависимости от удобства экономического, так сказать, управления. Это никакая не общность историческая людей, которые там живут. Поэтому говорить о том, что можно так легко расчленить Россию по этим областным границам, или даже по границам придуманных Путиным уже небольшевиками федеральных округов, очень тяжело, потому что это экономические границы, не политические и не исторические. А люди не составляют общество экономической границы. Поэтому у меня это да, я не утверждаю, что Россия распадется. Я говорю о том, что в случае ослабления вертикали могут сложиться условия, при котором некоторые, действительно находящиеся на периферии республики российской, могут подумать о своей независимости просто для того, чтобы защищать права своих народов. И опять-таки это территорики, в которых коренные народы представляют большинство населения, где они еще не вытеснены русскими. Может быть русифицированы, но не вытеснены русскими. Но опять-таки, когда он происходит на периферии, вы должны понимать, что речь может идти об огромных территориях. О Якутии и Сахаре. Посмотрите на Казах России и представьте мультирую, что в составе России нет Якутии. Это же вам не Чечня? Как тогда выглядят российские границы? Это совсем другая история. Это так. Ну или какие-то отдаленные территории, которые экономически очень сильно привязаны к экономике других стран. Ну, допустим, Хабаровский край или Приморский край. Вот регионалистика может быть именно с точки зрения Зауралия. Потому что из Сибири и Дальний Восток по большому счету даже в 21 веке остаются не регионами России, а ее колониями. Просто с колонистами. Просто там живут некие колонисты, которые, в общем, имеют совсем не те права, что население и возможности, что население центральной России. И плюс чуточку другой менталитет у сибиряков и у дальневосточников. Потому что они колонисты. Да. Да. Они колонисты, там никогда не было крепостного права. Я посмотрел с интересом, что оказывается, когда в 1861 году освобождали крестьян, то количество крестьян, которые находились в крепостной зависимости за Уралом в Сибири, составляло несколько сот человек. Не тысяч, а несколько сот человек. Это все были дворовые люди, условно говоря, местных губернаторов или прочих присланных из европейской части России начальников. Все. Которые приехали со своими людьми. Которые приехали со своими людьми. И поэтому, кстати, многие жители вот тех районов России, например, любят себя называть мы сибиряки, мы не русские, мы сибиряки, мы дальневосточные, мы хабаровчане. Ведь можно пойти по другому пути. Можно задать вопрос, способна ли Россия не только к раскладу и к модификации, ведь пока мы не видим никакого предрасположения к этой модификации. Более того, я считаю, что та война, которую Путин развязал против Украины, она как раз содействует усилению тоталитарной вертикали и репрессивной вертикали. И это тоже аргумент в пользу того, что ближайший, я бы сказал, исторический период говорить именно о распаде российского государства не приходится. Хочу сменить тему и задать вам вот какой вопрос. Какие у вас ожидания от поездки президента Зеленского в Америку? Его там встречи, выступления? Ну, я думаю, что самое главное, это, конечно, что президент Украины будет встречаться с президентом Соединенных Штатов. Потому что это, если хотите, определенная сверка часов. и понятно, что государственный секретарь Соединенных Штатов приезжал в Киев не случайно. И что в Соединенных Штатах тоже очень серьезно относятся к этой будущей встрече. Потому что президенту Байдену и президенту Зеленскому предстоит определить, если угодно, совместную тактику на предвыборный американский год. Потому что это будет неправильно для Соединенных Штатов. И потому что президенту Соединенных Штатов будет не так просто через Конгресс проводить какие-либо решения, связанные с помощью Украины. И поэтому нужно быть готовым к различным, так сказать, поворотам, к самым различным поворотам событий. И я думаю, что будет говорить и о военной помощи, и о том, как Украина должна действовать с точки зрения дальнейших своих наступательных действий на российские позиции, и что будет происходить зимой, потому что это может быть непростой период истории этой войны. И что будет в следующем году? Насколько Соединенные Штаты готовы к тому, что мы перешли в некий долгосрочный процесс, который может занять в ближайшие годы, 20-е годы 21 века, и это будет время, российско-украинской войны. Мы даже согласимся с мнением между 25-го, 26-го года российские резервы, они есть акты, когда вы говорите о военных решениях и так далее, то, конечно, было бы очень хорошо понимать, что Украина будет делать в 24-м году, в 25-м, в 26-м, как это будет все происходить, как она будет выживать экономически, что будет с организационным потенциалом, как Россия будет использовать свой организационный потенциал в эти годы, для того, чтобы не допустить исчерпания своего технического ресурса, пытаться закидывать врагов группами, как это вообще всегда любили делать российские генералы. То есть тут есть о чем разговаривать, потому что это будет очень важный визит в этом смысле. Это главное, что все остальное это эти автоматические встречи, а каждая из которых может быть интересна, вот мы уже говорили о том, что президент Украины будет сейчас с премьер-министром Израиля Бениамином Натаньяхом, это любопытная встреча, с президентом Бразилии Гуна, это тоже любопытная встреча, но в любом случае это не те встречи, которые определяют ход войны. А вот ход будет определять переговоры с президентом Соединенных Штатов. Дальнобойные ракеты дадут Атакамсы? Спросит обычный наш зритель, который иногда интересуется приземленными вещами. Вот когда будут самолеты, когда будут ракеты? Я думаю, что будут понемногу давать, но я вовсе не считаю, что все это по нацелям. Я не склонен вообще считать, что ход российско-украинской войны будет определен тем количеством ресурсов военных, которые Украина получит. Я это всегда говорю. Потому что есть определенные особенности с помощью этой войны. С помощью дальнобойных ракет, вне всякого сомнения, можно в будущем, в ближайшие годы добиться освобождения всей украинской территории от российских захватчиков. Но поскольку все мы понимаем, и говорят и украинские руководители, что война не будет продолжаться на территории России, то освобождение всей украинской территории не означает окончание войны. Может просто означать переход войны в некую иную фазу, когда Россия будет наступать на украинские позиции, так сказать, не считая освобожденные украиной территорией территориями Украины. Продолжая считать их захваченными территориями России. И в этом смысле продолжение такой войны может только содействовать усилению территоризма в России, потому что Путину придется закручивать гайки, чтобы никто не говорил, что он потерпел поражение войне. Путину придется продолжать мобилизацию, оправдывая, потому что нужно освобождать эстонные русские земли, которые упомянуты в Конституции России. Да, я допускаю, что при этом могут быть удары дальнобойными ракетами, может быть, уже украинского производства по территории самой Российской Федерации, но я не считаю, что это каким-то образом изменит настроение российского населения и приведет к окончальной войне, потому что для многих россиян любой удар по российской территории лишь подверждает правоту Владимира Путина о том, что Украину нужно просто уничтожить, что единственная возможность избавиться от этой опасности это уничтожение украинского государства и изгнание украинского населения. Я не сомневаюсь, что с ходом российско-украинской войны это убеждение у россиян будет не уменьшаться, а уфиром. Я все время призываю своих садистов понять, что рассчитывать на то, что наши удары по России изменят настроение россиян в сторону прекращения войны это наивно. Это будет создавать лишь новые возможности для продолжения этой войны. Это не значит, что по территории России не нужно бить. Это нужно просто понимать последствия таких ударов с точки зрения социальной психологии. А по территории России нужно бить, чтобы уничтожать военный потенциал россиян. В любом случае нужно настраиваться на годы и годы войны. При том, что мы будем сомневаться и черные лебеди, которые могут окончить ее через несколько месяцев. В этом роде все может быть, но я говорю с объективной точки зрения, теперь мирное время, оно завершено для многих, кто живет в Украине на годы. И понятно другое, что Украина должна добиваться к тому, чтобы эта война стала войной низкой интенсивности. Раз. Чтобы НАТО предоставили гарантии безопасности. Два. И вот, кстати, это тоже касается встречи с президентом Украины. Я считаю, что приглашение в НАТО на Вашингтонском саммите, если оно произойдет, могло бы многое изменить в войне на будущее. И это тоже для меня совершенно очевидно. И в любом случае необходимо думать о гарантиях безопасности. Хотя бы для той территории, где не проходят военные действия. Все эти вопросы нужно обсуждать, потому что, опять-таки, если мы втягиваемся в многолетнюю войну на истощение, нужно всегда задать себе вопрос. Не действуя ли мы по сценарию Владимира Путина. Мы сорвали один его сценарий, сценарий Блицкрига. И теперь мы должны сорвать второй его сценарий. Сценарий войны на истощение. Любая ситуация, в которой мы живем в путинском сценарии, делает Владимира Владимировича Путина абсолютным победителем в этой истории. А он должен проиграть. И у меня есть четкое понимание того, как он проиграет. Это вот понимание Украины, какая главная задача в этой войне для Украины состоит, в чем она состоит на самом деле. и это нужно честно сказать украинцам. И понимание запада, какой должен быть ответ на агрессию против Украины. И понятно, что мне кажется, что главной задачей Украины в этой войне является сохранение украинского государства и Украины. Потому что на самом деле это не вопрос территорий. Путин не охотится за украинскими территориями. Он хочет демонтировать само украинское государство и изгнать считающихся политическими украинцами с территории этого государства. Делать эту территорию не приспособленной для жизни. Именно этого будет выбираться. Если мы сохраним государство и сохраним украинцев на исторических территориях, это и будет пакетом. Все остальное это бонус, который мы можем получить, ценой огромную штуру мы можем получить. Что касается Запада, мы можем четко понять, что если не предоставит Украине гарантии безопасности, который поставит Путина перед выбором, либо он воюет с тем цивилизованным миром, реально воюет, либо он прекращает войну, война будет длиться до бесконечности, до окончания пребывания Владимира Путина в кабинете президента Российской Федерации. Виталий, вот смотрите, у меня один вопрос возникает в этой связи. А вам не кажется, что принятие Украины в НАТО и предоставление ей твердых, надежных гарантии безопасности это почти одно и то же. Представьте себе, это предоставляет Украине гарантии безопасности, предположим, соседняя Польша, страны Балтии, Великобритания, кто-то еще. И, предположим, на каком-то новом витке исторического развития Россия опять начинает воевать с Украиной. И в ходе этой войны, когда гарантии безопасности, скажем, со стороны Польши или со стороны Литвы начинают осуществляться, Россия начинает войну уже против Польши или против Литовской Республики. В чем разница? Разница? Тогда опять приходится задействовать пятую статью устава НАТО. Конечно, ее и нужно будет задействовать. Ни одна соседняя страна никогда не предоставит нам гарантии безопасности, которые подразумевали бы ее участие в войне. Никакая Польша и никакая Литва. Вот в чем фокус. Все гарантии безопасности, которые нам предоставляют страны, с которыми мы сейчас ведем переговоры, это не гарантии нашей безопасности, а гарантии нашей поддержки в войне. Чтобы мы воевали сами, а они помогали нам деньгами и оружием. Поэтому это не гарантия безопасности. Так что, кстати, с соседними государствами Украина даже не ведет переговоры о гарантиях безопасности. Польша даже не участвует в этом процессе. Предусмотрительно. Вот и все. А от кого нужны гарантии? От великих держав? Нет. Есть очень простая схема, которая уже работает в случае с Швецией. Украина получает приглашение в НАТО и на время до своего вступления в Североатлантический Союз получает гарантии безопасности от Соединенных Штатов Великобритании и Франции. От ядерных держав. Эти гарантии безопасности должны подразумевать вмешательство вооруженных сил этих стран в военные действия, если территория Украины подвергнута нападению. Если эти гарантии безопасности заключаются в момент, когда все еще продолжаются военные действия, я считаю, что можно в принципе задуматься о том, чтобы определить географическую зону таких гарантий. Это уже дело гарантии. И украинская дипломатия. Не мое дело определять эту зону, хотя я бы ее видел в этой зоне, которая контролируется легитимным украинским проектом. Вот еще какой вопрос относительно грядущих президентских выборов в России и мобилизации. Настойчиво многие аналитики говорят о том, что Путин категорически не готов объявить мобилизацию до того, как состоятся президентские выборы. Боится якобы. А реальная ситуация на фронте такова, что мобилизация остро необходима. И что будет? Я думаю, что Путин будет делать все возможное, чтобы не объявлять мобилизацию до президентских выборов. И проводить эту мобилизацию в скрытом порядке, тем более, что все юридические основания для такой мобилизации есть. Его указ о мобилизации не отменен, действует и дает все полномочия для проведения мобилизации военкомата. Министерства обороны российской федерации. Я совершенно вообще не понимаю, честно говоря, зачем объявлять глаз на новую мобилизацию и подписывать какой-то новый указ, когда старый указ действует. Но они сказали, что мобилизация закончена. Ну сказали, но мы тоже с вами можем сказать, что она закончена. Но если есть документы, то зачем что-либо вообще делать? Можно просто усилить мобилизационные мероприятия, не объявляя об этом глаз. Можно усилить их, опять-таки, по периферии страны, не усиливая в Москве и Санкт-Петербурге. Это вообще станется будет совершенно незаметно. Но сам Путин, конечно, может думать не о том, что он должен выступить по телевизору и объявить мобилизацию. Он может думать совершенно иначе, что само усиление мобилизационных действий, оно приведет к паду его уклонной популярности у населения. Меньше людей прийти на выборы, нужно будет больше задействовать фальсификации. Зачем это надо? Все это можно сделать и после выборов. Он может думать в этом направлении. Я не знаю, как это все будет выглядеть реально, но то, что он будет стараться сам процесс мобилизационный отложить на время после выборов, это да. Если на фронте сложится угрожающая ситуация, я думаю, он будет проводить мобилизационные мероприятия вне зависимости от выборов, потому что для него совершенно очевидно, мне кажется, что война важнее любых выборов, любых всех остальных издержек. Он живет этой войной. Видимо, он всякий раз, когда появляется перед аудиторией, вот как это было на Восточном экономическом форуме. Видно, что он просто увлечен войной, что он живет войной, что он в восторге. Он ведь начинает и переходит сразу на войну. Его больше ничего не интересует. Это какое-то, знаете, сознание какого-то вот такого великовозрастного амутуса, который получил возможность поиграть в какую-то компьютерную игру, и он захватит. Мы все время, мне кажется, очень ошибаемся в психологии Путина. Вот он там сидит, читает экономические потери, читает издержки, а он просто захвачен войной. Просто, наконец, живет нормальной жизнью. Вот столько, сколько будет продолжаться война, столько будет он с тобой в этой эйфории находиться. Ему не нужен мир. И вот когда Лукашенко, кстати, говорил, что он с ним разговаривал о Прибожье, я думаю, что там большая часть разговора была лживой, придуманной. Но когда он сказал, что будет, а вот на фронте все хорошо, как у страны при этом, то это, я думаю, реальная фраза. Что на самом деле Путина волновал не Пригожин, не Мятежа. Вот это вот его, так сказать, морской бой, условно говоря, который он играет. И его совершенно не интересуют человеческие жизни. Его совершенно не интересует, что кто-то в России может погибнуть от каких-то ударов дронов или беспилотников или чего-то еще. И уж точно, говорите, мирное население Украины, чем больше людей погибнет, тем лучше, потому что этих людей, опять-таки, можно будет заместить колонистами в его понимании, когда Россия наконец-то на контроле на украинской территории. Но вот эта эфирия – это главный момент. И этот мотив, я думаю, определяет его психологию и делает эту войну поэтому такой страшной и бесконечной. – И его не волнуют, скажем, участившиеся прицельные удары по военным объектам в том же самом Крыму, например. Вот сколько их уже было только на прошлой неделе, да? – Конечно, волнует. Я думаю, что его это волнует. Он проклинает Запад, который дает Украине оружие. Но это все в рамках этой вот войны. В войне же ты не всегда побеждаешь. Даже в компьютерной игре какой-то там персонаж, с которым ты валюешь, нажимает на какую-то там условную кнопку и ты, особенно если это живой персонаж, и у тебя там сгорает какой-то объект, ну да. А ты его что-нибудь там уничтожаешь. Это же не отношение к жизни, понимаете? Это отношение к компьютерной реальности. Я вообще не уверен, наблюдая за Путина эти 20 с лишним лет, что он вообще воспринимает жизнь вот как-то иначе. Вы же помните, что он совершенно равнодушен к смерти, у него нет эмпатии. Вот это было видно как в первых дней, когда была история с подводным русским курсом. И когда он бесился, когда его заставили, по сути, встретиться с вдовами. Прервать отпуск в Сочи, поехать куда-то на севера, что называется. Успокаивать вдов. Успокаивать каких-то клушек. Было видно, что они ему абсолютно отвратительны. И у него не было сопереживания. Никакого. И потом это было видно по чеченской войне. Понимаете? При всем, я бы сказал, кошмаре первой чеченской войны, ясно было, что и Ельцина и Черномырдин, при том, что, конечно, они совершали там, особенно Ельцина, чудовищные ошибки в ходе этой войны. Но они по своей человеческой конституции, там думали о людях. Особенно Черномырдин с этим самым Шабиль Басаев, слышишь меня. Да, да, безусловно. Черномырдин была эта человечность, мы это тоже хорошо знаем. Просто как личности. В Ельцине ее было меньше, но тем не менее. Тем не менее. То есть они учитывали, что вот это живые люди, что они отдают приказ, и в результате этого приказа гибнут живые люди. У Путина вообще даже такого понимания, он вообще этого не понимает. Это не то, что он радуется смерти живых людей. Нет, у него просто нет живых людей. Это просто картинка. Компьютерная картинка, некая голограмма. И вот он живет в таком мире. Поэтому, когда мы начинаем обсуждать, ой, он не может применить ядерное оружие, может, что он может, но он ничего не заметит. Он просто будет взвешивать риск. То есть это я не говорю сейчас опять о том, что он не применит. Но применение или не применение им ядерного оружия вовсе не связано с каким-то состраданием. Или с тем, что он подумает, господи, я нажму на кнопку, и погибнет ко мне, не знаю, миллион человек. Ну, погибнет миллион человек. Ну, и ради бога, это цифра. Цифра, которая придет потом в мистерство обороны. Больше ничего. Еще один вопрос, с вашего позволения, как раз о Путине. Ваша версия, почему он вдруг, через, наверное, год с лишним, после того, как верный Анатолий Чубайс уехал из России, вдруг решил об этом заговорить? Я думаю... Рассказать про то, что Чубайс сбежал, и вообще назвать его Мойша Израилевичем. Ну, вы понимаете, я думаю, что для Путина вообще не участие в его действиях людей, которые он считает частью вот этого общего договора, если угодно, а Чубайс у всякого сомнения воспринимается именно так. Его трудно назвать близким другом Путина. Вы знаете, что он всегда дистанцировался от Путина настолько... Пытался дистанцироваться, я бы так сказал. Да, пытался дистанцироваться, но тем не менее. Но никогда не был своим. Хотя из того же самого Санкт-Петербурга, из той же самой обоймы Собчака, но другой обоймы. И то, что Чубайс вообще уехал из страны, уехал в этом чекистском сознании, ну, уехали какие-то там Фридманы и Авены, ну, это же просто, так сказать, торгаши. А ты же ходил по этим коридорам, ты же кремлевский, был главой администрации, как ты мог? Это первое. Во-вторых, есть в принципе неприязнь к Чубайсу. Она всегда была, и не только к Чубайсу, а ко всем этим людям, которые так или иначе связаны с Ельцинским кругом. Просто это, может быть, не проявлялось так публично, но мы знаем, что это есть. А кроме того, да, вот я наконец-то очень удовлетворен, что Путин наконец-то встал на задние лапы с этим Маша Израилевичем. Потому что он столько лет притворялся. Ну, да, ну, понимаете, конечно, в нем есть много отрицательных качеств. Он человек, который постоянно вспоминает о еврейском происхождении Зеленского. А до того, вы помните, Россия запускала все эти истории о Порошенко-Вальцеване. Вот Порошенко не был евреем, но надо было, чтобы он был в Вальцеване. А Зеленский уж слава богу просто еврей. Можно уж просто говорить, вообще, еврей руководит Украином. Ах ты, ах ты куда ты вообще полез вообще? В какое крест? Кто вообще такой? И вот это всегда было. И это и есть антисемитизм. Просто все считали, что он это использует для какой-то антиукраинской игры. А он просто антисемит. Обыкновенный, площадный, махабный антисемит. И именно антисемит, когда говорили о таких презрения Маша Израилевич, мы знаем, откуда это пройдет. Это вот так говорили эти, условно говоря, участковые милиционеры, которые хватались за шпирку этого, так сказать, младшего научного сотрудничества. Ах ты, Маша Израилевич, ты чего вообще здесь шутаешь? Вот это оно. Оно прорвалось, оно проснулось. И никакая дружба с Ротенбергом. И вы же знаете, что у каждого антисемита должен быть свой этот. Любимый еврей при губернаторе. Это просто ничего не меняет. Это просто про Ротенбергу, что они с ним дружат. Но он, да, вот такой человек. И вот такая. И, простите меня, а почему это должно было быть иначе? Вот понимаете? Нет, почему так долго ждал? Ведь знал же, что Чубайс уехал. Давно знал, а наехал только сейчас. Может быть, произойдет. Может быть, Чубайс публично где-то высунулся, опубликовал какое-то исследование, еще что-то. Это принесли какие-то бумажки, наговорили, вызвали такие эмоции. Кстати, могли показать какой-нибудь паспорт для Маша Израиля. Чем это верит? Он-то вполне манипулирует. Но еще раз говорю, я вообще считаю, что все это... Вспомните, с чего это все начиналось. Это начиналось с замечательного закона о запрете гей-пропаганды среди детей. Вот когда система начинает с борьбы с сексуальными меньшинствами, она обязательно, потом обязательно, обязательно потом перейдет к евреям, а потом ко всем остальным. Это закон жизни. Я удивлен не тому, что вообще это произошло, что это такой был большой разрыв между законом о гей-пропаганде среди. У Гитлера и Сталина это заняло пару лет. Потому что сама идея, что мы должны бить по слабым, чтобы вызывать масторг толпы, это типичная, я бы сказал, идея нацизма или большевизма. Это классика жанра. Не надо даже ничего придумывать. Простите, откажется должен. Еще один вопрос. Смотрите, колоссальное возмущение вызвало решение Евросоюза неожиданно снять санкции без всяких объяснений с довольно крупного российского бизнесмена Григория Березкина, близкого к Кремлю, который осуществлял цензуру в принадлежащем ему средствах массовой информации. Вы можете это как-то объяснить? Я не могу этого объяснить. Я тоже обратил на это внимание. Я совершенно не понимаю, почему под санкциями должны находиться одни российские альбомы, а другие не должны находиться. Почему, допустим, когда Волош заявляет о своем несогласии с войной и остается под санкциями, а Березкин, который абсолютно такой же человек и который не заявлял согласие с войной и который внес свой вклад в строительство этой путинской империи, в том числе информационным образом, как вы говорите. Я считаю, что это... Ну как бы зачистку на РБК осуществлял, двойные, сплошные там его люди проводили для журналистов. Да, конечно. Я вообще считаю, что необходимо с этим дальше работать и что нельзя это просто так, понимаете, нельзя оставлять европейской белократии право нарушать собственные же решения. Потому что это один из тех моментов, дело же не в личности, который начинает уничтожать веру справедливости. Потому что мы вот говорили о Фридмане, там, об Авене. А чем он лучше, у Фридмана и Авене? Почему они должны находиться под санкциями и он нет? Ведь совершенно очевидно, что люди, причастные к созданию нынешнего российского режима, финансовые, политические, экономические, это как раз тот самый случай. И пропагандистки они должны быть под санкциями. И если акции отменены, они знают, что их нельзя вернуть. Вот и все. Ну, слушайте, вот при этом у меня возникает вопрос. Я со страшным удивлением, просто с уторопью узнал из украинского средства массовой информации, из «Зеркала недели», о том, что оказывается группа товарищей во главе с Борисом Ложкиным, бывшим главой, между прочим, администрации украинского президента, написала податство с просьбой вывести из-под санкций российского крупного бизнесмена, человека, между прочим, близкого к Кремлю, Вячеслава Кантора, Моша Кантора, у него есть. Да, я знаю, эта история, это примерно из этой же истории. Вот как, вот откуда это? Ведь, между прочим, Кантор был человеком, от которого началось дело Юкса. Именно по его доносу в прокуратуру возбудили уголовное дело по Апатиту, вы помните, да? Да, я помню. И я не считаю, что это все случайность. Я считаю, что люди, особенно граждане Украины, которые подписывают такие письма, что им нужно объяснять, причем публично объяснять, что таким образом они содействуют врагу. И таким образом они уничтожают любое понимание справедливости наказания. Прекрасно известно, кто такой Кантор. Кантор – это человек, который, я бы так сказал, использовал свое еврейское происхождение для создания репутационных возможностей. Украл там, купил себе российский еврейский конгресс. Ну, давайте называть вещи своими именами. Да, именно так. Еврейские конгрессы, они существуют не для того, чтобы облагораживать Кантора и его сомнительные делишки, а для того, чтобы развивать еврейскую жизнь в странах нахождения еврейской диаспоры. Ничем подобным, по большому счету, российский еврейский конгресс давно уже не занимается. Я бы так сказал с того момента, как оттуда последовательно вытеснили в начале Владимира Гусинского, а затем Леонида Невска. Они пытались еще как-то, так или иначе, считали своим долгом участвовать в развитии еврейской жизни в тогдашней России. Но после этого, как вы помните, просто еврейский конгресс превратился в какую-то организацию, которая должна была продемонстрировать симпатии российской власти к еврейской жизни. Если там появлялись персонажи, типа Никно, чему-нибудь помену этого, Сатановского, помните, да? Ну, это же он же руководил в определенное время, пока Кантор решил не купить эту, прикупить эту контору себе. Но мы же принимаем, прекрасно понимаем, какого рода ведомство на самом деле возглавило российский еврейский конгресс с появлением там на первых ролях Сатановского. Ну, это не нужно же без тебя объяснять никому. Вот и все. Ну, так и зачем же, извините меня, вот в это вступили и Борис Ложкин, и Борис Фуксман, и кто там еще, и Инна Йофи. Известные в Украине люди. Это люди разные, понимаете? Тот же Фуксман и тот же Ложкин, это разные люди. И всех их, так сказать, одним миром мазать трудно, но я думаю, из-за политического инфантилизма, из-за мнения, что какие-то личные связи или деловые связи важнее политической порядочности, что можно оправдать подобные неблаговидные поступки национальной солидарности. Хотя это никакая не национальная солидарность, понимаете? Потому что человек еврейского происхождения, который прислуживает антисемитскому нацистскому режиму, типа Канта, он предает еврейскому народу его будущее, его безопасность. Потому что, как вы понимаете, в мире, где торжествует Путин, за безопасность еврейского народа и даже еврейского государства трудно вообще ручаться. И это должен понимать любой человек, который выступает в защиту Канта. Всегда существуют вот такие вот придворные евреи. До момента, когда Канта не становится настолько антисемитским, что не сажает их самих, если они не успевают убежать. Да. Но даже если... Вы помните, что были евреи, которые приезжали в Вера на конференции, осуждающиеся они. Всегда можно найти уникумов. Но почему мы должны ориентироваться на этих уникумов? И почему мы должны защищать их деньги? Это очень хороший вопрос, который я тоже с удовольствием бы задал Борису, если бы с ним увиделся, но не уверен, что он с пониманием отнесся к этому вопросу. Ну что ж, Виталий, спасибо большое за этот разговор. Очень интересно было послушать ваше мнение по всем этим вопросам, которые мы сегодня обсуждали.